нам приятного аппетита всем привет сегодня буду готовить чуду со шпинатом и чуду с картошкой чебуреки кутабы по-разному их называют но короче тесто с начинкой жареная на сухой сковороде у меня настругано 2 головки лука и чеснока наверное полголовки отправляю жарится небольшое количество масла на сковороду и поджариваем все это до золотистого цвета жарится лук буду варить пюре скажем три средние картошки 2 маленькие поэтому будем считать что средние картошки 3 мелко нарезаю заливаю небольшим количеством воды чтобы только покрылась картошка здесь мне отвар не нужно хотя можно на большом количестве отвара варить то на отваре замешивать тесто тоже будет очень вкусно сегодня буду делать просто на кипятке тесто картошку водой ставлю на огонь и отварится пропорции тесто вот я беру кружку кружку значит вот это будет мерная муки без горки чайную ложку соли все перемешиваю у меня три стакана муки я беру три столовые ложки оливкового масла и стакан крутого кипятка вот только закипел чайник я наливаю стакан и завариваю тесто быстро перемешиваю мешать горячо в первые моменты я сверху перемешиваю собрала все кусочки тесто тесто теплое оставляю на полчаса нему для кутабов чебуреков я буду использовать замороженную зелень я шпинат отвариваю минуточку в соленой воде сливаю нарезаю и складываю в пакеты и потом зимой я когда мне надо достаю я вот так разламываю на кусочки чтобы потом не было удобно я достаю кусочек сколько мне надо и использую здесь у меня значит шпинат здесь у меня петрушка с укропом я беру две части зеленью петрушки укропа там кинзы я беру одну часть чтобы основная масса была шпинат я пожарила вот до такого состояния я добавляю шпинат и кладу другую зелень все это перемешиваю и еще чуть-чуть даю на огне приготовиться чтобы зелень разошлась она же замороженная чтобы превратилась в однородную массу но не готовлю а именно жду чтобы она просто растаяла полежала мне чуть-чуть тесто и теперь его просто замешиваю у кого-то может получиться тесто более эластичное это зависит от муки вот у меня мука итальянская она с крупинками такими она больше убирает воды если брать нашу то тесто будет более мягким и более эластичным чем у меня на видео зелень моя растаяла выключаю добавляю грецких орехов у меня наверно одна треть стакана грецких орехов молотых мне нравится шпинат вот именно с грецкими орехами пост очень вкусно да и не спор тоже и в разгрузочные дни здесь получается и белок и зелень ну с орехами очень вкусно остужая начинку немножко отварилась превращая ее в пюре в пюре добавляю пару ложек оливкового масла по вкусу соль по вкусу добавить травы по вкусу я добавляю ореховую траву остужаю начинку потому что если буду горячее делать то они будут плыть чебуреки мои тесто моё готово и у меня более жестко замешивается тесто я немножко добавляю еще водички в процессе когда замешиваю но игру тесто зависит от помола скатываю тесто в колбаску и нарезаю на кусочки одинаковые присыпаю стол небольшим количеством муки раскатываю тесто тесто так как любят в моей семье сразу все блинчики складываю один на другой они не прилипают друг другу заварное тесто но не прилипает к друг другу но прикрываю пакетом чтобы не со х cosa которые кусочки лежат уже прикрываю пакетом но катаю сразу все начинку не кладу то есть что чтобы не отвлекаться на раскатку потому что на сковороде будет жарится быстро чтобы не пригорели и кладу начинку я сразу жарю с двумя начинками одновременно одну тарелочку чтобы были все одинаковой формы а вторую с пюрешкой все его так двойняшками выкладываю на сковороду вот так налепила и просто кладу в высокой сковороде разогрела хорошо сковороду и выкладываю один картофельный один травяной смазывание я использую кокосовое масло вот когда пост или разгрузочные дни я использую кокосовое масло в нем очень много кислот полезных и по цене оно получается в два раза дешевле а то может быть и в три в каких-то местах сливочного но очень хорошо его заменяет именно вот в такие постные разгрузочные дни 400 грамм масла кокосового стоит в районе 200 рублей а сливочная 200 грамм уже доходит до 250-270 вот такая вкуснятина у нас сегодня . и со шпинатом нам приятного аппетита и всем пока до новых видео . . . .